Время новостей на телеканале Санкт-Петербург, студия Анастасия Петрук. Здравствуйте. Коротко о самых заметных событиях. Первый снег в Петербурге. На магистрали города незамедлительно вышла уборочная техника. Сложные участки обработали реагентами. Папин Борщ. Детям о взрослых и взрослым о детях. Юрий Гальцев освоил новое амплуа и написал книгу стихов для самых маленьких. Мастер-класс от профессиональных лежаков. Балтийские кольчатые нерпы, сытые и довольные, отдыхают на Финском заливе. С первым снегом на магистрали Петербурга вышла и уборочная техника. Как рассказали в Комитете по благоустройству, дороги начали обрабатывать противогололедными материалами. Особое внимание уделяют сложным участкам, мостам, спускам, подъемам, крупным перекресткам и подходам к социально важным объектам. Этой ночью, по прогнозам, температура опустилась до минус двух градусов, но уже днем воздух прогреется до плюс четырех. МЧС предупреждает об усилении ветра с порывами до 15 метров в секунду. Спасатели призывают горожан и гостей северной столицы избегать слабо укрепленных конструкций и быть внимательными на дорогах. Петербург сегодня отмечает очень важный праздник. 6 ноября 1957 года на месте захоронения жертв Февральской революции ровно 65 лет назад был зажжен первый в СССР вечный огонь. С праздником петербуржцев ленинградцев поздравил глава города Александр Беглов, отметил, что вечный огонь стал символом победы, героизма, воинской доблести, любви к Отечеству. Он горит во многих городах в память о великом подвиге наших дедов и отцов, всех, кто ковал победу над нацизмом. Накануне в честь этого события на Марсовом поле прошла торжественно-траурная церемония, зажгли 700 свечей. Участники патриотических движений города выложили огненную надпись «Чтим и помним». Горящий факел доставили от мартеновских печей Кировского завода. Подробнее о знаковой дате Светланы Бахчеванджи. Символ вечности готовят к юбилею. Частицу огня бережно переносят на временную горелку. И пока вечный огонь горит на непривычном для себя месте, специалисты в потуши чаши делают уборку. Очищают от копоти, грязи и монет, которые туристы бросают на удачу. Она, к слову, улыбнулась работникам газовой службы. Сильного ветра не было и огонь не погас ни на секунду. Конечно, стараемся это учитывать. Но, в принципе, если необходимость провести именно в данный момент времени, то это не будет препятствием. Потому что как основная горелка, так и временная, у которой есть, скажем так, постоянно выделенный сотрудник, он наблюдает за тем, чтобы временная горелка в момент выполнения работы не погасла. Обеспечивает ее, скажем так, регулирование в нужном режиме работы, чтобы пламя не погасло, несмотря на снег, дождь, ветер. После очистки огонь возвращают в чашу. На месте захоронения жертв февральской революции 1917 года. Он горит вот уже 65 лет. 6 ноября 1957 года. Ленинград готовится отпраздновать 40-летие Великого Октября. Ранним утром сюда, на Марсово поле, был доставлен горящий факел от мартеновских печей Кировского завода. И уже в полдень вместе с выстрелом из орудий Петропавловской крепости. Первый в стране вечный огонь был торжественно зажжен. Именно он и стал отцом для пламени других мемориалов страны. Огонь с Марсово поля сегодня горит у Кремлевской стены на могиле неизвестного солдата. На Мамаевом кургане, Волгограде, Севастополе и Великом Новгороде. Частицу первого вечного огня перенесли и на Пискаревское кладбище. Факел к месту, где в братских могилах захоронено полмиллиона жителей и защитников города, тогда провожал весь Ленинград. Огонь с Марсово поля пылает также на мемориале героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. Для 1975 года, когда открывали наземную часть, вот этот вечный огонь, это, конечно, ноу-хау. То есть придумать то, что вечный огонь будет гореть по периметру кольца, то, что он не будет находиться на земле, а в основном на Пискаревском кладбище, на Марсовом поле. Огонь горит именно на земле, а здесь он как бы висит в воздухе. Сразу 14 вечных огней обрамляют символическое разорванное кольцо блокады. Между пылающими чашами ордена и медали, которыми был удостоен Ленинград. На площади Победы потух лишь однажды, в 2014 году, на время реконструкции монумента. Огонь вновь зажгли, но на этот раз частичками вечных огней из столиц восьми государств-содружеств. Увы, сегодня далеко не все вечные огни в соседних государствах оказались вечными. К сожалению, сейчас во многих государствах гасят наши вечные огни. Они пытаются стереть в памяти своих народов нашу общую судьбу, которая была не так давно общего государства. Это очень тревожный симптом. И люди, стирая свою память, будут, наверное, вынуждены пережить это все вновь. Работники музеев и мемориалов Петербурга надеются, что потушенные огни смогут вернуться в свои города. Ведь чем дольше горит пламя, уверены хранители истории, тем сильнее память поколений. Светлана Бахчеванжа, Александр Чудин и Александр Макаренко. Новости. Телеканал Санкт-Петербург. Насколько горожане вовлечены в культурные события Петербурга? Об этом сейчас спрашивают петербуржцев в интерактивном сервисе «Городской диалог». Это электронная площадка для проведения опросов по разным сферам жизни, которая работает на портале и в мобильном приложении «Единой карты петербуржца». Участие в проекте могут принять только авторизованные на портале ИКП пользователи. Также им будут доступны дополнительные возможности «Единой карты петербуржца». Шоумен и юморист, заслуженный артист России и худрук Петербургского театра эстрады. А теперь еще детский поэт. И даже немного кулинар. Все это о Юрии Гальцеве, который презентовал сборник своих стихов. Папин борщ детям о взрослых и взрослым о детях. Как встречали знакомого актера в новом амплуа, узнал Василий Михеев. Овациями встречали в одном из книжных магазинов в историческом центре Петербурга впервые не артисты и шоумены, даже не руководители театра имени Аркадия Райкина. Поэта Юрия Гальцева. В книжке «Папин борщ детям о взрослых и взрослым о детях» несколько десятков стихотворений. Не длинных, как и любят маленькие читатели. Я морковку ем, творог со сметаной, лук, сырок, масло с хлебом и икру, и картошку, колбасу. Я считаю, что обязательно, как всякий художник, я себя таким считаю, не важно, актер, режиссер, должен что-то вначале сделать для детей. Это обязательно. Ну, потому что мы все родом из детства. Все, что там написано, это где-то какой-то молнией, какой-то розеткой, каким-то слухом. Это все как бы стихи воспоминания. То есть ничего даже придуманного нет. Это все так и было. «Самокат, муха, дом на Гоголе, в котором жил в детстве воздушный змей». Образы пришли худруку театра эстрады во время пандемии, когда зрительный зал пустовал. Записывая почти каждый день один за одним стихотворение, Юрий Гальцев набрал материал на книжку. После редактуры половина не вошла, хотя все очень нравилось со слов автора. Многим коллегам, когда им читали вслух. Кто-то пришел на презентацию лично поддержать начинающего поэта. Он обладает множеством талантов. Я очень счастлив, что один из его талантов... И я рад, что его талант поэтический и прозаический тоже дойдет до зрителя, до читателя. Послушать народного, хотя пока и заслуженного, артиста собралось больше сотни человек. Принесли цветы, подарки, лучшие, как мы знаем, сделанные своими руками. Наталья Савенко. Она сотрудничает как художник с дружественным театром эстрады. Театром комедии имени Акимова. Изобразила поэта как бы домикая на иллюстраторство к следующим его книгам. Говорит, точно знает, как правильно рисовать Гальцева. Конечно, его мимику невероятно живую. Чтобы это было с юмором обязательно. Ну, там просто с гитаркой или как-то еще не хотелось. Поэтому вот папин борщ у него в кастрюльке. Юрий Гальцев прочел собравшимся всего несколько стихотворений, но твердо пообещал скорый выход большой аудиокниги не только с материалом из папиного борща, но и того, что не вошло в сборник. Ну и, конечно, без песни автографа актера поклонники вряд ли отпустили бы. Если нет руки твоей в моей руке, Там темно, но там света нет. Василий Михеев, Андрей Осин, Андрей Маслов, Оксана Бушмельева. Новости, телеканал Санкт-Петербург. Балтийские кольчатые нерпы и эксперты в области праздного отдыха дают мастер-класс. Лежбище краснокнижных ластоногих на подводных камнях Финского залива с квадрокоптера сняли специалисты проекта по сохранению редких видов морских млекопитающих. Видеосъемку вели тайком на большом расстоянии, чтобы не спугнуть лежебок. По оценкам ученых, бока нерпы наели приличные и вполне готовы к наступающей зиме. Добавлю, балтийская кольчатая нерпа считается исчезающим видом. В Финском заливе их насчитывается около 200 особей. Это все, о чем мы успели рассказать вам к этому часу. Больше новостей на официальном сайте телеканала Санкт-Петербург. До встречи.